Новый микрорайон Горгипия. Здесь амброзия заполонила более 5 гектаров земли. Межведомственная комиссия выехала на место по обращению жителей. Вход пустили в тяжелую технику. Был выявлен собственник данного земельного участка. И было ему предложено в кратчайшие сроки провести работы по уничтожению данного карантинного объекта на принадлежащем ему участке. Собственник отреагировал вовремя, направил сюда тяжелую технику, которая в данный момент проводит работы по уничтожению. Амброзия – один из самых агрессивных аллергенов, провоцирующий развитие бронхиальной астмы. Даже абсолютно здоровые люди, несколько недель вдыхающие пыльцу сорняка, могут на всю жизнь стать аллергиками. Но амброзия вредит не только человеку. Трава может уничтожить урожай и серьезно навредить почве. Амброзия, помимо того, что она вызывает аллергию у людей, это растение, которое сильно источает почву. За вегетационный период для создания одного килограмма биомассы из почвы растение потребляет до 100 литров воды. Один килограмм биомассы – 100 литров воды. Порядка двух килограмм фосфора в действующем веществе. Ну и сами понимаете, соответственно, насколько истощается почва. На данный момент в муниципалитете амброзии поражено более 30 тысяч гектаров земельных угодий. Особенно остро стоит проблема в сельских округах. Поля недалеко от хутора рассвет. Здесь предприниматели сами обрабатывают территорию. Другим же комиссия регулярно напоминает об этой необходимости. А вот владелец этого земельного участка наказал себя сам. На трех гектарах земли он высадил тыкву. После прошедших дождей амброзия активировалась. Но владелец вовремя не принял мер по ее уничтожению. Буквально за неделю сорняк набрал такой рост, что теперь в его зарослях трудно рассмотреть даже трактор. Весь урожай погиб. В запустении остаются и участки, собственники которых в Анапе не живут. Комиссия их разыскивает, но на это уходит время. Очень много земельных участков на территории муниципального образования приобретены в собственность или в аренду лицами, не проживающими на территории города, города-курорта. То есть найти собственника приходится на это тратить очень много времени. Но, тем не менее, в любом случае собственника находим и обязываем наводить порядок. В том случае, если реагируют неадекватно, то есть не воспринимают все наши замечания, в этом случае формируется пакет документов, и непосредственно которые направляются уже в службе, которая составляет протокол административного правонарушения, то есть накладывать штрафы. В ближайшее время комиссия проинспектирует и другие сельские округа. Администрация обращается ко всем собственникам земельных участков навести порядок на своих территориях как можно быстрее, чтобы сберечь урожай и сделать воздух чище. Руслан Душевский, Анапа. Регион.